Всех рад приветствовать на своем канале. Очередная рыбалка, очередная вылазка. Прошлую рыбалку на этом водоеме я неплохо половил. Щучки в количестве, окуни, но, к сожалению, размер оставлял желать лучшего. Ловил я на Норстримовский фаворит в тесте 7.21. И вот мне вот на маленькой рыбе хотелось более таких ярких, классных эмоций. И по этой причине, друзья, я взял сегодня на сегодняшнюю рыбалку спиннинг тоже от компании Норстрим. Это Блейз 2 микроджиговый спиннинг в тесте 1.7 грамм. С крупной щукой здесь проблема. А вот мелкой щуки, я так понял, здесь в достатке. И вот, чтобы получить максимальные эмоции на некрупной рыбе, нам надо брать максимально легкую снасть. Поэтому заваривайте чай, друзья. Приятного просмотра. Ну а я попробую что-то поймать и максимально кайфануть от сегодняшней рыбалки. Микроджиг рулит. Так, взял вот с собой немного резиночек под микруху. Что поставить, что поставить. А давайте, наверное, вот такую крокозябру поставим. Копию на баксе. Это у компании Essex. Называется Twixi 2,5 дюйма. 63 миллиметра. Мне кажется, как раз сейчас то, что надо. Будем пробовать. Опа. Ах ты, щуренок был. Видели, друзья? Щура гаечка была. Некрупная. Ну, хорошо. Надежда, значит, есть. Смотрите, вот какие гости у меня здесь. Ух ты, ух ты, ух ты. Горцует. Стадо целое. А молоком как пахнет, друзья. Помню в детстве тоже. Мимо родительского дома стадо ходило вечером. Вымя полное у коров. И вот на лавочке с пацанами сидим. И вот идут. И вот на всю улицу молоком воняет. Точнее, пахнет. И вот здесь вот такая же история. Вот бычок вот остановился, смотрит. Ну, надеюсь, не агрессивный. Пойдемте еще пробовать кого-нибудь поймать. На микрушку шнуренок позарился. Ты смотри. Приятно. Есть! Ушла. Ну, это вообще малютка какая-то была. Соблазнилась. Такую резиночку от Essex. Копия на баксе. Вообще, прям в руки такую страшно брать. Не знаю, чуть больше ладони, наверное, была. Чуть крупнее, и надо поинтереснее. Ну, проявляет щучка интерес к микрухе. Я думал, здесь закапываться он в эту травку будет внизу. Но нет. Тут вот участок я нашел более-менее, где можно микрухой покидать. Так что есть шанс сегодня побороться. Крупное будет здесь, что-нибудь, нет? От полкило и выше. Опа! Кто-то загулял. Что-то окунишка. Такой полосатый друг. Некрупный. Но приятно. Нам же главное поклевки, друзья. А на микруху таких рыбеек очень ловить приятно. Очень ловить приятно. Нервно все спиннинг передает. Ну, вот уже три поклевки за сегодня. Это учитывать, если сегодня жаркий день, обед. Солнце светит ярко. Но микруха решает. Эх-то еще была поклевка. О, лебедь прилетел, друзья. Лебедушка. Идут контакты какие-то. Походу мелкий окунек вообще. Никак не могу его засечь. Некомфортно, что еще боковой ветер дугу выдувает. Прошлый раз ветер был в спину. Прям комфортно было и заброс делать, и проводку. А вот сейчас... Блин, изо рта вырвал. А вот сейчас не очень комфортно. Эх-то, это тоже щучка была. Это была щучка. Берут аккуратненько. Он лебедушка, перышки моет, чистит. И боятся человека. Есть кто-то маленький совсем. Окунь. Подрожа окунь. Так и есть. Ну как маленький? Такой. На фотосессию сгодится, друзья. Вот он, Блэйз. Все так нервно передал. Отпускаем. Красавца. Ну работает. Работает тема. Скракозябра мета. О, тут уже посолить мне, друзья. Кто там, кто там? Щучка. Такое приятно вот бороться уже на Микрухе. Хоть она и маленькая, но для Микрухи прям дает жару. О, она ушла в воду. Все. Так, все-таки отгрызли хвост у этого Твикси мне. Ну сейчас вот такую вот попробую в таком обалденном цвете. Фаствак. Три дюйма называется. 76 миллиметров. Классная тема. Мне кажется, прям щучку должна провоцировать. Попробуем. Ну не хочет вот, друзья, на этот вот аппетитный твистер клевать. Непонятно. То ли у рыбки затишье, то ли приманка не нравится чем-то. был контакт какой-то один раз, и все. Пока не совсем ясно, что к чему. Слишком активная, что ли. Ну на вертушке же брало, они же тоже активные. О! На нытье, друзья. На нытье. Значит просто рыбка была неактивная. Смешной размер, но на микруху приятен. Я же знал, что должна она брать на нее. Так, давайте копию на Сатурна что-нибудь попробуем. Сатурн я всем всегда советовал. Он всегда, всегда выручает, когда рыба плохо реагирует. Ну вот, а Тесекс я еще не пробовал. Будем сейчас тестировать. Есть, друзья. Есть. О! Кто-то интереснее. На микрухе прям вообще интересно. Покажись, хоть кто-то там. Ага, такая. 600 где-то. 500. holy đena. ... tek. ... ... ... ... ... ... сегодняшний трофей чик покажет фоткать и отпускать щучка смотрите отбита это вот эти следы после не реста у нее вот эти вот кровяные ну вот поставили такую приманочку и сработала фиолетово-голубая отлично щучка на точке есть добрала задавила работа бланка друзья на вываживание на вываживание некрупной щучки подъем подъем планкам щучка грамм 250 300 отлично отлично цепляем и отпускаем болен какая маленькая а так давит друзья просто ну пока вот на сатурн от sx наиболее сегодня вот эффективность нравится нам сегодня и кстати что самое удивительное ни одного окуня пока на него есть некрупное что-то хотя вот сейчас уже у меня сомнения может быть как-то не боком встают все хватит эх ты вот чешуя как-то заглотила каем смотрите парня хавальник просто в хавальник маленькая такая палочка сегодня инструмент с тобой взял на можно палочкой аккуратненько достать такие маленькие ток на микрухи бренд вот что значит я за зиму от микрухи то отвык а как они сопротивление друзья оказывает заклакали квакуши тоже вот у лягушек тишина тишина потом все как хором запоют какие-то часы определенные свои я говорю все в природе устроено очень интересно вот что сподвигло их вот сидели сидели и как все хором заквакают что вот у них за коллективное пение такое интересно и вот рыба также вот рыбачишь рыбачишь как в ванную и даешь кидаешь кидаешь а потом раз как будто кто-то рубильник дернул прям куда ни кинь поклевки так вот друзья вот мужичок здесь который ходил с вертушкой вот сколько он минут 20 наверное здесь ходил вот за эти 20 минут я поймал три или четыре щучки некрупных получил много контактов а вот у мужика спрашивал разговаривали вообще гай 0 ни одной но тут две причины либо сегодня щучка предпочитает некрупные приманки хотя буквально вчера я здесь ловил также на вертушке я посмотрел у этого мужика ну слишком уж крупная и тяжелая вертушка он стоял очень быстро крутил а глубины здесь небольшие чтобы крутить медленно нужно соответственно уменьшать размер вертушки и подбирать ее по весу то есть вот я прошлую рыбалку ловил на мэпс аглию троечку она не тяжелая она отлично здесь заводилась и велась на равномерной медленной проводке а у него пятерка какая-то тяжелая и вот контактов нет результата нет поэтому думайте при прежде чем ставить какую-то снасть нужно включать голову друзья ловит не спиннинг а рыбак и если вы правильно подбираете снасть по месту и времени вы обязательно практически на 90 процентов если рыба начала клевать в водоемах если у ней нет нереста она не болеет практически в 90 процентах вы будете с уловом ну или хотя бы уйдете от ноля и вот сегодня я вот рыбачил на микруху начинал с 4 грамм поклевки были но были было много контактов было видно что рыба хочет атаковать но видимо тяжелый груз я уменьшился до 2 грамм и поклевки стали более результативные друзья поэтому всегда надо анализировать что делаешь как делаешь и почему так происходит вот как то так есть контакт поинтереснее размер пошлите скорее друзья отпускать эту малышку она вот только что наверное пообедала очень плотное пузо у них и все равно соблазнилась на нашу приманочку круто кстати друзья вот такой вот лайфхак но многие уже знают кто-то не знает будет может быть полезно если вот в микро джиге на виброхвости или твистере разбивается вот голова куда вставлять крючок просто берем и вот так вот за край насквозь просовываем поклевок не уменьшается вот так и даже поближе поклевок не уменьшается и поправлять каждый раз нашу приманку не нужно вот несколько рыб от пойман именно вот так вот вот смотрите друзья зевник на берегу нашел мой как раз давно потерялся я все собираюсь купить да только вспоминаю о нем когда у щуки в глотке приманка о трофей пойдет эх ты что оставила что оставила напоследок прям под берегом вот травка в ней видать стояла я потому что около нее начал вытаскивать заживала ну мелочи совсем мелочи так вот очень мелкие щуки делают сколько уже третья рыбалка и все 715 грамм самая крупная была на воблер и под вечер должна опять начать расклевываться вот я заметил вот в этой середине вот только водоема вот туда дальше бесполезно вот здесь вот ближе в щучьи места такая вот история ну ладно трофеев ну что друзья последние полтора часа активность прям можно сказать сошла на нет теперь наверное она будет вечером но времени нет и так вот вырвался с работы пока появилась свободное время но эмоции сегодня получил благодаря микроджиговому комплекту вот эти вот поклевки небольших шнурков окуньков были прям очень нервные вываживание было такое прям эмоциональное друзья эмоции эмоции самое главное на рыбалке эмоции поддержите подпиской будет много всего интересного ну а я буду с вами прощаться всем ни хвоста ни чешуи всем пока друзья спасибо спасибо